Привет, друзья! С вами Мария Арнаут, а в эфире всеми любимый Ньюсбокс. Много интересного и познавательного для вас подготовила наша трудолюбивая команда. Прямо сейчас вы обо всем узнаете. Как в Москве прошел легендарный Lenovo Moto Fest? Открытие фото-выставки «Израиль. Весь мир в одной стране». Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Громкая вечеринка, посвященная спорту, музыке и технологиям, прошла в парке Горького в прошедшие выходные. Культовые музыканты радовали собравшихся своими треками. А главным сюрпризом стал Пол Ван Дайк. На мероприятии побывала наша съемочная группа. 27 августа на набережной парка Горького прошел очередной Lenovo Moto Fest. Здесь собрались самые модные музыканты и диджеи, чтобы проводить последние летние дни под самые модные хиты этого сезона. Желающих потанцевать было немало. Хедлайнером вечеринки под открытым небом стал давний друг компании Moto и культовый диджей Пол Ван Дайк. Именно он более 10 лет назад создал фирменные полифонические рингтоны для Моторола. Одним из ярких моментов фестиваля была попытка установить рекорд Гиннеса на самый массовый синхронный прыжок на двух ногах. Идея принадлежит диджею Смэшу, который не раз проделывал подобные эксперименты на своих сольных выступлениях. Москвичи и гости столицы предложение поддержали и старательно принялись в этот вечер заниматься установлением рекорда. У нас присутствуют и представители книги рекордов России, и разные высокопоставленные люди, которые помогали нам регистрировать этот рекорд. И сейчас все остается за книгу рекордов Гиннеса, если они примут, и книгу рекордов России, если примет, мы очень надеемся, будет исторический момент, значит, сегодня. Решение книги рекордов, надеемся, узнаем уже скоро. Согласитесь, весьма приятно оказаться в истории, когда ты просто пришел отдохнуть под хорошую музыку. Помимо упомянутых выше, в этот вечер на сцену Леново Мотофеста вышли буррито, бобины и другие известные российские диджеи, которые смогли зажечь собравшихся и подарить незабываемые впечатления об окончании этого лета. В Москве, на Цветном бульваре, открылась уличная фото-выставка «Израиль. Весь мир в одной стране». В выставку вошли 64 работы именитых авторов, которые с помощью фотографий постарались передать колорит и все многообразие этой удивительной страны. Израиль. Израиль – страна, которая поражает своим культурным и природным разнообразием. Эта земля является прародительницей трех мировых религий. На небольшой территории соседствуют памятники древней и современной архитектуры. А уникальные ландшафты, море и климат на любой вкус заставляют туристов возвращаться сюда снова и снова. Израильская и российская культуры действительно очень похожи. И, наверное, не только потому, но и потому, конечно, что в Израиле, в принципе, каждый пятый человек говорит по-русски. И, конечно, там очень много привезли с собой, да, те, кто приехал из России, из стран СНГ, привезли с собой эту культуру. И она очень гармонично влилась в израильскую культуру и является частью израильской культуры. В этом году Россия и Израиль отмечают своеобразный юбилей. К этой значимой дате было приурочено открытие уличной фотовыставки «Израиль. Весь мир в одной стране». 64 фотографии представляют взгляд с разных ракурсов на эту страну и ее красоты. Задали тон открытию выставки «Музыканты», чья музыка позволила гостям мероприятия с самого начала прочувствовать всю тонкость израильской культуры. Рассказы ведущего об этой стране – угощения бейглами, которые являются неотъемлемой частью израильской кухни. И сами фотоработы помогли создать на этот вечер маленький Израиль в центре Москвы. Израиль – та страна, которая может предоставить фотографии уж точно на любой вкус. Здесь есть все сюжеты. Это крохотный кулачок на территории земли, но в то же время он так заряжен энергетически, исторически, культурно, ландшафтно. Ну, это просто потрясающе. Я не делал специально фото для этой выставки, но когда отбирал фотографии из того, что у меня есть, то я хотел показать все разнообразие страны. Потому что Израиль – это в первую очередь разнообразие, и именно это я и хотел показать. Благодаря журналу National Geographic Россия, Министерству туризма Израиля и работам именитых фотографов у каждого москвича и гостя столицы есть возможность на несколько минут переместиться в эту удивительную страну. Выставка будет проходить до 25 сентября на Цветном бульваре. Рэпер Зануда снял свой новый клип. Как в Москве прошел фестиваль музыки и света? Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Ну а нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Мария Арнаут. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем любви. Чаще улыбайтесь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин